Основные события сегодняшнего четверга расскажу вам я, Игуль Муке, и сурдопереводчик Бахдаулет Кожбанов. Смотрите сегодня выпуски. Почти 370 комфортных школ на 740 тысяч ученических мест будет построено в Казахстане в ближайшие три года. В мае 24-го ожидается решение о признании собак Таза официальной породой Казахстана. Жители Камыстинского района Костанайской области слепили 2300 снеговиков, стали рекордсменами страны и подали заявку в Мировую книгу рекордов Гиннеса. И сейчас все подробности. Сегодня премьер-министр провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании «Кармет». В нем приняли участие руководители центральных госорганов и новый инвестор. Для стабилизации работы предприятие было вложено 28 миллиардов 600 миллионов тенге инвестиций. Выплачена заработная плата, налоги, в том числе и по линии ОСМС. Отмечается, в декабре вырос объем производства, увеличены запасы ферросплавов и угля. Возобновили также и отгрузку готовой продукции. В завершении премьер-министр поручил госорганам оказать поддержку в решении актуальных вопросов и в недельный срок принять необходимые решения по приоритетным задачам предприятия. И сегодня же премьер-министр провел еще одно совещание. На повестке был вопрос реализации национального проекта «Комфортная школа». Сейчас ведется строительство 217 школ. Контроль за объектами осуществляется в специальной информационной системе проектного управления в режиме реального времени. В ходе совещания рассмотрели сроки проектирования и строительства новых учебных заведений, их оснащение современным оборудованием и мебелью. В рамках национального проекта до 2026 года в Казахстане планируют построить 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест. В Риддере, наконец, нашли решение по долгострою, проблемы которого тянулись с 2022 года. Незавершенный 60-квартирный дом для очередников пообещают построить в 2024. Прокурорская проверка выявила ряд нарушений при строительстве еще год назад. И тогда объект пришлось заморозить. Договор с прежним подрядчиком расторгли. В отношении недобросовестного поставщика возбуждено уголовное дело по факту необоснованной оплаты объемов невыполненных работ. Теперь оставшуюся часть работы будет проводить новая компания. Сначала планируется выделить средства и провести экспертизу объекта. Добавлю, что квартиры в этом доме будут выданы людям из социально уязвимых слоев и многодетным семьям. В 2024 году акиматом города Ридера предусматриваются меры по завершению данного объекта. В 2024 году, в предстоящем финансовом году, планируется выделение средств из городского бюджета на проведение технического обследования жилого дома. Более 2000 гектаров земли в Моинкумском районе Жамбылской области засеяли в этом году с Аксаулом. Благодаря таким мерам здесь удалось буквально отвоевать часть земли от наступления песка. За это же время в Коктерекском лесничестве увеличилась численность диких животных и птиц. Моя коллега Айман Каймульдина готова рассказать об этом подробнее. Богатый природными ресурсами Моинкумский район стал своего рода домом для более чем полусотни видов диких животных. Удивительно, что численность джейранов, которые когда-то были на грани исчезновения, в настоящее время превысила 300 особей. Вопросом охраны и увеличения численности популяций краснокнижных здешние лесники уделяют особое внимание. Лесной заповедник входит в список особо охраняемых природных территорий. По сторонним лицам и иностранцам вход для охоты сюда строго запрещен. За последнее время площадь природных резерватов увеличилась на 20 тысяч гектаров, что подчеркивает эффективность системы охраны лесных ресурсов. Самый эффективный способ защиты дикой природы – увеличение лесных площадей, считают специалисты. Поэтому нынче лесники засеяли 2400 гектаров песчаных участков с семенами сексаула. Как результат, сегодня в лесничестве Коктирек насчитывается около 300 джейранов. Теперь это наследие, которое мы должны сохранить для следующих поколений. Дополнительно к этим работам мы также подготовили почву для рассады на 800 гектарах. Работы начнутся весной 2024 года. В настоящее время в лесничестве трудится 62 сотрудника. На сегодняшний день в арсенале у них несколько пожарных машин и 8 тракторов. В следующем году дополнительно откроют 15 новых рабочих мест. Ожидается полное обновление транспортного парка. Раньше нам не хватало сотрудников. В текущем месяце 100% обеспечили кадрами. С ростом зарплаты у многих появляется интерес к профессии. Количество желающих увеличивается. В лесничестве Коктирек, территория которого занимает порядка 500 тысяч гектаров, обитают преимущественно джейраны, архары и хищные птицы. Чтобы защитить их от браконьеров, специалисты ежедневно проводят рейды. Айман Каймульдина, Айбол Хараш, Жебек Жолы, Шамбулская область. Верхняя палата парламента сегодня подвела итоги уходящего года. По словам председателя Сената Маулияна Ашимбаева, 2023 год стал годом истинной политической модернизации. В результате конституционной реформы возросла роль и влияние палат парламента. Изменилась законодательная процедура. Всего по итогам года было принято более 90 законов, 28 из которых инициированы депутатами обеих палат. Маулияна Ашимбаев также добавил, что принятые законы обеспечивают политическое и стабильное социально-экономическое развитие страны. Сейчас депутаты не просто принимают те законы, которые приносят госорганы, но и сами пишут законы. Это новый тренд, новый шаг. И он показывает, что сегодня растет профессионализм депутатского корпуса. Если только один документ говорить, одно какое-то решение, я бы все-таки отметил, наверное, значение социального кодекса, который был принят. Это действительно документ, потенциал которого мы полностью не использовали. Мы тем самым постарались разные законы по пенсионному обеспечению, поддержке людей с инвалидностью, по другим аспектам, все объединить и систематизировать в едином документе и выстроить предъективную работу государственных органов. То есть через цифровые инструменты, если какая-то семья оказалась в сложном положении, она не должна сама ходить и обращаться, государство должно проактивно реагировать. Школьник из Алматинской области стал обладателем премии «Жах Садам» нашего телеканала, генеральным спонсором которого выступил фонд «Алтен Кран Фаундейшн». Ахжол с озвученной фамилией «Герой» обрел невероятную популярность среди казахстанцев, совершив по-настоящему героический поступок, спас людей, остановив неуправляемый автобус. Тамерланд Леубаев познакомился со смелым парнем и узнал его историю. Это был обычный день. Ахжол вспоминает, чувствовал себя неважно, возвращался домой со школы. Вместе со снохой поехали в поликлинику. На обратном пути сели в злополучный 219-й автобус. Тогда парень не догадывался, что судьбой или случаем ему предначертано спасти людей. У водителя случился приступ. Он теряет сознание. Нога зажала педаль газа. Неуправляемый автобус несется прямо на здание. Ахжол, не теряя ни минуты, подбегает к водительскому креслу и жмет на тормоз. А дальше полиция, скорая и всеобщая благодарность за спасенные два десятка жизней. Техникой я увлекаюсь с детства. У отца есть газель. Ремонтируем ее вместе. Знаю устройство этой машины, может быть, потому и понимал, что нужно делать. А страх был. Но самое главное – в нужный момент не терять самобладание и делать то, что нужно. Ахжол и его родные живут в поселке Карасол Матинской области. В семье семь детей, он самый старший. О нем отзываются как о прилежном ученике, хорошем друге и опоре близких. Особую гордость испытывает его дедушка. У Ахжола тоже есть мечта. Мечта большая, славная и настолько же приятная. Моя мечта – перевести семью в большой, просторный и, самое главное, собственный дом. Хочу увидеть улыбки близких. Буду стремиться к этому. После окончания школы хочу стать военным. Ахжол номинирован на премию «Жахса Адам» и, как остальные семь человек, удостоен миллиона тенге. Деньги пожелал отдать родителям. Напомню, историю каждого героя вы сможете увидеть в телеверсии мероприятия в эфире нашего канала «Жебек Жола» 30 декабря в 20 часов. Тамерлан Тлюбаев, Рейнбек Бегужаев, Жебек Жола. Действительно, герой. Продолжаем выпуск. Вакцинация – единственное лекарство от кори. Об этом сегодня вновь говорила главный санврач страны Айжан Ясмагомбетова. На этот раз в кулуарах Сената. С начала года у нас зарегистрировано 28 тысяч заболевших. Из них 83% – это дети до 14 лет. И 80% из них непривитые. Вице-министр также отметила, что на сегодня 15 детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, зарегистрированы два летальных случая в Астане и Восточно-Казахстанской области. Однако, по словам Айжана Ясмагомбетова, ухудшение эпидситуации по кори характерно не только для нашей страны. Если помните, в период ковида, ковид – это воздушно-капельная инфекция, кори – это тоже воздушно-капельная. И в период ковида, как бы, ограничения, ковидные ограничения, они работали на профилактику кори. Затем, в период пандемии, в ряд субъективных, так скажем, и объективных причин, то есть в ряде страны, в том числе у нас объявлялся карантин, в этот период, на какой-то период приостановилась вакцинация. Затем люди боялись ходить в поликлинике для того, чтобы не заразиться ковидом. И в этот период как раз и накопилась у нас прослойка неимонная, не вакцинированная детей. Почему вот у нас, по сути, это и болеют дети до 5 лет. Кори – это высокозаразное заболевание, которое можно никаким другим способом, кроме вакцинации, остановить его нельзя. А вот заболеваемость коронавирусной инфекции в мире за месяц выросла на 52%. При этом наибольшее число заболевших было выявлено в Российской Федерации – порядка 280 тысяч человек. Смертность же в среднем мире снизилась на 8%. Такую статистику озвучили ВОЗ. Кроме России, в пятерке стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания COVID-19 – Сингапур, Италия, Польша и Австралия. В мае 2024 года в Астане пройдет международная выставка собак. В ней ожидается участие руководства Международной кинологической федерации. От предстоящего события зависит решение, будут ли признаны тазы официальной породой Казахстана. Напомню, главой государства было дано поручение провести работу по сохранению национального достояния казахских пород собак тазы и табет. Этим вопросом теперь занимается управление делами президента. Что же предстоит сделать для того, чтобы тазы и табет стали национальным брендом страны, моему коллеге Илье Кудрякову рассказал председатель Республиканского общественного объединения «Союз кинологов Казахстана» Бауржан Сериккали. Это наша традиционная рубрика «Интервью». Здравствуйте, Бауржан Сериккалиевич. Этот год стал по-настоящему счастливым для Союза кинологов Казахстана. Наша страна попала в Международную кинологическую федерацию. Расскажите этот путь, потому что, насколько я знаю, он занял больше 20 лет. Да, действительно, есть три уровня членства в Международной кинологической федерации. Первый уровень – контракт партнерства, второй уровень – ассоциированный член и третий – полноправный. На первые два уровня дается по пять лет. Следовательно, по прошествии десяти лет мы вправе были подать заявку на признание Казахстана полноправным членом. Начиная с апреля месяца мы начали эту работу. В рамках этой работы мы обратились в Международную кинологическую федерацию с просьбой внести в номенклатурный перечень пород бренд Казахтаза. Это тоже большое достижение, я считаю. Теперь все в мире видят в списке пород нашу породу. С этого достижения, в принципе, начался тот путь, который мы можем сказать на сегодня успешным. То есть в мае мы подали официальную заявку на признание Казахстана полноправным членом кинологической федерации международной. В августе в Женеве на Генеральной Ассамблеей из 77 стран, 74 проголосовали за Казахстан, тем самым поддержав нашу заявку. В этот же день решением Генеральной Ассамблеи Казахстан был признан полноправным членом. Это действительно очередное успешное достижение, которым мы сегодня гордимся. Почему оно для нас столь важно? Потому что только полноправный член может подать заявку и вообще претендует на признание своей национальной породы. И только полноправный член может стать так называемым держателем стандарта породы. Собственно мы это право получили в августе и сейчас активно ведем работу по сбору документов, подготовке мероприятий к признанию породы. Тазы и тубеты это наши национальные породы собак. Одна из задач, которую глава государства поставил в области кинологии, это сделать их национальным брендом. Какая работа проводится уже в этом направлении? Что уже сделано? Та работа, о которой я сейчас вам рассказал, в принципе, это часть работы для достижения этой цели и реализации поручений главы государства. Прошла всемирная выставка в Женеве, выставка всех пород. В том числе нам удалось договориться с Федерацией кинологии Швейцарии, чтобы они открыли такую возможность, добавили в перечень участников породу таза. Наши собаки, две наши собаки успешно приняли участие, заняли наивысшие титулы и места. В дальнейшем сейчас нас ждет кропотливая работа. Это сбор пакета документов для выполнения определенных требований, которые ставит международная кинологическая федерация перед кандидатами в признание своей национальной породы. Сейчас задача перед нами стоит правильно сформировать, провести учет, разработать соответствующие базы данных этих собак и показать комиссии, что эта порода не просто порода, а эта порода для нас играет очень важную роль и в целом большое историческое наследие имеет. И в целом это национальное достояние наше. Слышал, что в Астане в мае пройдет международная выставка собак. Это одно из самых грандиозных событий. Расскажите поподробнее, что там будет, кто будет участвовать, какие перспективы будут открываться. Да, в мае 2024 года у нас пройдет международная выставка собак всех пород. В рамках этой выставки будет организована специальная выставка, монопородная, специальная для таза. Почему она специальная? Потому что она играет очень важную роль, поскольку на этой выставке будет работать комиссия. Международная комиссия, которая состоит из представителей комиссии по стандартам Международной кинологической федерации и научной комиссии. Они проверят наших собак, сделают соответствующие промеры, исследования, все запишут и будут готовить свое заключение. Свое заключение плюс рекомендации, на основе которых уже Генеральный комитет Международной кинологической федерации примет соответствующее решение о признании. То есть уже после мая, грубо говоря, будет национальный бренд собака? Да, я думаю, да. Надеюсь, что так и будет. Спасибо, уважаемый Сергей Калевич, за продуктивную беседу. Желаем вам удачи в вашей дальнейшей работе. Спасибо. Ну и следующий наш материал о том, как животные встречают Новый год. Накануне Нового года все мы закупаемся не только продуктами, но и, как известно, праздничной атрибутикой. И среди них есть салюты. Для жителей стало уже традицией запускать праздничные огни, когда пробьют куранты. Но есть у этой радости и другая сторона. От внезапного шума петард страдают домашние животные. Азиза Закумбаева расскажет подробнее. Собака породы американская акита – останчанки Ольги Бапиевой, с детства привыкшая к различным звукам. Все потому, что хозяйка позаботилась заранее об этом. В целом у женщины шесть собак, и всех их Ольга водит на дрессировку, где как раз и вырабатывают иммунитет железной психики у животного. Четыре собаки у меня американская акита, вот такие вот красавцы, и две сибаину. Ну, содержание, воспитание собак – это, конечно, нелегкий труд. Мы обучаем их этому специально, приучаем к резким звукам, движениям. Они все приучены, не боятся, не пугаются. То есть взрыв петард, выстрелов, шумных. Вот я говорю, даже сейчас с ним шла автобус, как он воздушкой посигналил, он не реагирует. Для домашних животных шум фейерверков – большой стресс, считают ветеринары. Все они страдают по-разному. Услышав взрывы салютов, к примеру, собаки поджимают хвосты, прячутся в укромные места, скулят. Убегают далеко, попадают под колеса машин. Бывают и случаи травмирования. От петард любопытные животные получают ожоги, переломы, а могут и проявить агрессию. Они очень без остановки сильно лают, проявляют агрессию, так как они же не понимают, что это праздник. Бывают такие ситуации, когда люди нецелевостремленно направляют петарды не в ту сторону, и оттуда выскакивает собака. В таком случае, да, они страдают от этого, конечно, и появляются вот именно ожоги. Вот так хендлеры рекомендуют хозяевам своих питомцев приучать к различным шумам. Можно также использовать кастрюлю с поварешкой, имитировать стуки. А перед празднованием Нового года следует хорошо подготовиться. Если животное очень чувствительное, можно его на время взрыва салютов оставить в изолированной от шума комнате и на всякий случай дать вкусняшек. На прогулке же с собакой следует проверить заранее карабины и поводок. Эти четвероногие на самом деле очень восприимчивы к резким звукам. Если домашнее животное не приучить, к примеру, к хлопкам, оно рискует получить невротическое расстройство. И уже тогда потребуется помощь профессионала, чтобы вывести из стрессового состояния животное. Мы их приучаем путем шариков, путем громких звуков. Мы включаем музыку в зале для того, чтобы они привыкали к этому ко всему. В дальнейшем мы приучаем уже на бомбочки. То есть где-то взрываем вдалеке, прям вдалеке, чтобы собака понимала этот звук. Потом это все ближе, ближе, ближе и собака приучается. Проявить особое внимание рекомендуют и к тем животным, которые обитают в сельской местности. К примеру, коровы от испуга могут потерять молоко. Поэтому домашнюю скотину следует изолировать от праздничного шума. Ну и, как предупреждают полицейские, самим быть осторожными. Напоминаю, в очередной раз необходимо стрелять пиротехнические изделия, специально отведенных для этого местах. А за нарушение предусмотрен штраф. Азиза Закумбаева, Алихан Сатылган, Жубек Жола. Удивили весь мир. Жители Камыстинского района Костанайской области слепили 2300 снеговиков. Этим самым побили мировой рекорд. Несмотря на морозы и метель, взрослые вместе со школьниками трудились над созданием целой армии снежных человечков. Презентовали их на специальном празднике, куда прибыл официальный представитель казахстанской книги рекордов Гиннеса. Он подтвердил, заявка подана в международный офис. Ждем официальную регистрацию нового рекорда. Лепить снеговиков жители самого отдаленного района Костанайской области начали, как только землю покрыл первый снег. Задача была не из легких. Тем более целью было не просто украсить поселок к празднику, но и побить мировой рекорд. К работе приступили все неравнодушные. Такая идея сплотила сельчан в одну дружную команду. Все обучающиеся с интересом выполняли это задание. Все родители были так увлечены этим. И это было очень интересно. Что-то новое было в нашем районе. Каждый снеговик уникальный. Одни сделаны полностью из снега. Для изготовления других использовали вату, пластик, бумагу и шерсть. Все, что удалось найти дома. Участвовали все жители района. Уже три месяца, несмотря на морозы, мы эти рекорды устанавливаем. В 2024 году не только рекорды мы думаем устанавливать будем из снеговиков или из чего-то. Будем постараемся устанавливать рекорды и с нашими сельхозтоваропроизводителями. На презентацию новогодней команды из снега пригласили не только жителей, но и гостей. Оцените, посчитать снеговиков прибыл официальный представитель казахстанской книги рекордов Гиннеса. Сегодня состоялся не только рекорд Казахстана, но и рекорд мировой, потому что впервые в Казахстане сделано такое большое количество снеговиков. Побит рекорд Харбина в 2018 году, зарегистрированный в общем количестве 2018 снеговиков. Сегодня камустинцы сделали 2301 снеговик. Рекорд побит, но войдут ли камустинцы в заветную книгу Гиннеса, будет решать специальная комиссия. По словам Куандыка Кудайбергенова, жители претендуют на еще одно уникальное достижение. Свыше тысячи снеговиков были выполнены из подручных материалов. Любовь Аплачкина, Алексей Басарнов, Жебек Жола. Ну что ж, надеемся, что мировой рекорд состоится. У меня к данному часу все. Впереди еще три дня 2023 года. Я надеюсь, что проведем их достойно и с хорошими новостями. Передаю слово коллегам Айголь Кешарак.